Солнышко 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 Ну что, мои дорогие Вот и дождались мы солнышка Вот и кончилась наша полярная ночь Наконец-то Жалко, не сможем мы сегодня Сейчас вот поехать Попозже поедем Уже стемнеет, Костя работает Лапоньки наши Сегодня 40 дней Вот оно, солнышко Наконец-то А там видно Луну Где-то там Вот где-то там видно Луну Луна И солнце Вот день такой сегодня Ой Вы не представляете какой-то праздник для нас Вот видите, как темнеет моментально Сейчас Костя за мной заедет Заберем потом Иру с Валерой Поедем Вот видите, как у нас День-то кончается В темноте Куда деваться По-другому никак не получается Хорошо хоть машины фары светят Светят Маленькая моя девочка Ну все Понимаешь, что это кто-то Это какие-то праздники Как-то раньше, знаешь, связывало Ах Как-то по-другому связывает С друзьями, с близкими Вот кто-то приезжал же Ну, писал, писал Леша Ах 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 Все помним Приедем еще С Дашей со Светой К тебе Ах 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 Какой мороз сегодня, дым как из трубы. Ты все это боком снимаешь, ты горизонт-то держи, ты вот так на бекрине. У троллейбусов, автобусов, окна замерзшие, холодно. Туда ко мне, 22 градуса мороза. 30 лет назад мы переехали из Щелково в Московской области. Тридцать лет, как я тебя знаю, Ира. Ира здесь тоже сидит. Едем. Так вот, все мы вместе жили вот в этом доме. Вот две таких вставочки зеленые и посерединке девятиэтажка на среднем этаже, на пятом по мощности. На пятом жили мы, а на четвертом жила Ира. Вот. Костику в первый же день, как он вышел гулять, разбили лицо. Кому? Костику. Нет, я тогда был в первом классе. Да, я был в первом классе. И первый, да, первый вечер я вышел погулять и получил по зубам, да, по зубам получил. Да. Расстроился со словами, мама, куда ты меня привезла? Да. Да и вообще, конечно, занесло нас. Серьезно так. Занесло серьезно. Ну, я скучаю по своей родине. Я не скучаю по себе. С удовольствием туда, конечно, приезжаю. Ну, видишь, у нас разные с тобой на этот счет мнения. Не, у меня вот прям, я даже временами забываю, что я из Щелкова родок, хоть и прожила там 33 года. Не знаю, у меня мурнулся какой-то родной. Ну, я тоже, скажем так, считаю, да, своей родиной основной Мурманск, но в то же время все равно, приезжая в Подмосковье, испытываю такие теплые чувства. И все там очень искажено, потому что мы уезжали оттуда, когда я был маленький. Соответственно, все представление об окружающем мире, немножко другие деревья были больше, дома были больше. Все такое казалось огромное, когда, ну, позже я приехал туда, вернувшись, да, там к бабушке приехал и так далее, уже будучи юношей. Ощущения, конечно, были немножко другие. И... Давай я просто подержу. Конечно, держать. Зачем? Я за кадром. Я сегодня не в фокусе. Это твой канал, Мэй. Почему? Мои подписчицы очень тебя любят. Хорошо. Мне нравится, когда разговариваешь. какой-то молодой. Тридцать лет. Когда они пролетели вообще? Ну, когда было в декабре, это, да, говорил? 25-го числа было тридцать лет. Ну, это да. Приехали. Под Новый год мы приехали. А прописалась я в Мурманске с 6-го января, я прям помню. А тогда не было таких праздников, как новогодних, как сейчас, да? Тогда не гуляли по 10 дней. Да ну, да? Фантастика. Я даже не в курсе. Я что-то не... Не припоминаю вообще, что и как было. Первое, второе, потом на работу. Да? Классно. В советские времена не гуляли по стойку. Да. Верно всегда забучий день. Точно помню. Сейчас. Сработала в магазине домой? Да. Вот вот так. Алла Константиновна что-то про нее нет? Знаешь? Нет? Она в Мурманске. Я ее видела? В Мурманске, да? Ну, лет пять назад. На Марате на остановке еще, когда в Мурманске жила. Она в Мурманске, и с ней Архаров уже не общается. Кто-то в чём-то обиделся, сигналит, моргает. С детьми. Куда? В Мурманск. Лариса? Олейник. У неё дочке же было, Ксюше, 20 лет. Они же её увезли маленькую отсюда, она совсем в Мурманск не помнит. Да и Юркочева мальчишечкой был. Вот она их привозила. У меня 4 они, наверное, были. Облазили весь Мурманск и на спусках, катались на ватрушках. И к Алёши ходили. Лариса приезжала ко мне. Звонила Мише, Олейник. Юрий. Зачем? Угу с новым годом поздравить, сказать, что она с детьми приехала в Мурманск, что ко мне в гости зашла. У Миши. Он сказал, что я давно уже на себя плюнул. Я старый дед, никому не нужно, и сижу вот сейчас у печки. Старому деду 51 год. Ул BET贏. Продолжение следует...